9 лет, 1 месяц, 18 дней. Ровно столько длилась афганская война. Сколько боли и страданий принесла она людям, нашим людям. Сколько мужей, сыновей, внуков погибло на той войне. И как бы ни относились к этим событиям историки и политики, сегодня надо помнить, надо знать, военные тех лет выполняли свой армейский долг и оставались верными, приняты присяги. А спустя 34 года со дня вывода войск они по-прежнему верны афганскому братству. Это для них не просто слова, это то, что объединяет. Наша Брестская областная организация насчитывает на сегодняшний день 1580 человек. Всего в области проживает 4101 афганец. Но есть еще другие участники боевых действий на территории других государств, еще 300 человек. Но не все уволечены, но треть уволечена ваше афганское движение по разным причинам, и возрастным, и удаленность, когда кто-то живет в дальних деревнях. Но мы стараемся не делить афганцев на своих, которые в организации, и те, которые не вступили в наше движение. Привлекаем со всех сторон, помогаем друг другу, особенно под нашим вниманием матери и вдовы погибших, инвалиды. Разговор с воинами-интернационалистами заладился сразу, поскольку формат предполагал не отчетность, кто что сделал, а просто разговор по существу, разговор мужчин, которым не все равно, как живут их товарищи, которым не все равно, что думают об афганской войне поколения 21 века, а потому они идут в школы, колледжи, лицеи, рассказывают, что было, почему и как вел себя солдат-афганец, рассказывают, потому что в школьных учебниках о той войне практически не пишут. Выступление в школах, разъяснение, что это, что за Афганистан, и с чем его едят, грубо говоря, потому что в учебниках ничего нет. Я вот, если можно было бы обратиться к министру образования нашего, то, конечно, там три строчки в истории Белоруссии и восемь строчек в новейшей истории Белоруссии. Это несправедливо замалчивать эту войну, тем более она там даже немножко в негативном плане показана. Поэтому стараемся что-то доводить ребятам, что такое патриотизм, что такое своя земля, и что такое приказ Родины, когда тебе позвонили на своем примере в 10 утра, а в 2 часа ночи я уже ехал. Позицию руководства страны, региона, заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук изложил сразу. Ветераны Великой Отечественной уходят. Не долго тот час, когда последний защитник Родины покинет этот мир и на их место встанут ветераны-афганцы, потому что они знают, что такое война и что значит жить под мирным небом. Приходит уже такой период, когда воины-интернационалисты непосредственно могут рассказать о событиях в войне. Одно дело, когда это проходит в учебных целях, а другое дело, когда проходит это непосредственно в боевых действиях. Поэтому это очень дорого стоит. И когда мы слышим, особенно наша молодежь, наши ребята, когда слышат это из уст непосредственно боевых ветеранов, это говорит о том, что насколько важен на самом деле сегодня патриотизм, любовь к своей малой Родине. А это мужество и стойкость и показ своим примером. На встрече участники актива областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане обсудили вопросы, касающиеся льгот и переравнивания воинов-интернационалистов к ветеранам Великой Отечественной, а также вопросы изменения нормативно-правовых актов, касающихся льгот. Это льготирование при протезировании зубов, это бесплатный проезд в общественном транспорте, это санаторно-курортное лечение, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 50% от квитанции, которые будут приходить непосредственно в жировке. Также будут обсуждаться вопросы обыкновенные, бытовые, потому что на самом деле матеря, жены, вдовы, дети поднимают ряд таких вопросов, как, например, наведение порядка на памятных местах. Поэтому мы обязательно здесь будем говорить о том, чтобы было непосредственно закрепление за каждым памятным местом, чтобы был определенный уход, здесь будут работать и субъекты хозяйства, здесь будут работать и учреждения образования, а также простые, обыкновенные люди, которые непосредственно участвуют в общественной жизни. Мы ждем этого закона о ветеранах уже лет 10. Разговор идет, его все время откладывают, сейчас вроде на октябрь, он поставлен на чтение первое, на 23-го года, а в 24-м феврале уже утверждение. Мы надеемся, что будет унифицировано наше законодательство о ветеранах вместе с российским в рамках союзного государства. Поэтому есть надежда дожить до того, что будут какие-то, особенно мы упор делали, когда писали свои предложения, комитет по торту и социальной защите или другие министерства, на поддержку солдат, которые служили в Афганистане. Нужно ли помнить и говорить о тех событиях в Афганистане? Нужно. Потому что сегодня мы опять говорим о войне. И уже не о той, которая была, а про ту, которая есть. И не дай бог, может случиться.